Ставрополь готовится к выборам губернатора. Край избирком заботится о том, чтобы обеспечить избирательные права всех категорий граждан. Отдельное внимание избирателям, имеющим инвалидность. На избирательных участках для них будут приняты все необходимые меры, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли проголосовать. Препятствий, которые выявляются по ходу анализа работы и, соответственно, доведение полученной информации, которая препятствует в той или иной степени голосования, доведение до органов местного управления, решение этих вопросов, чтобы максимально мы могли обеспечить условия для данной особой категории избирателей. Из всех избирательных участков на Ставрополе большая часть расположена на первом этаже и только 41 на втором. Для оказания помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья край избирком сотрудничает с Центром молодежных проектов. Конечно, помимо работы территориальных избирательных комиссий, работы на местах, огромную работу выполняет Центр молодежных проектов. Работа выстроена у нас уже давно. Мы взаимодействуем очень оперативно и знаем, что Центр молодежных проектов выстраивает эту работу непосредственно уже с каждой территории на месте. На территории Ставрополя порядка тысячи мест для голосования имеют пандусы, подъемники и перила, которые облегчат процесс участия в выборах людей с ОВЗ. Избирательная комиссия разработала памятку для волонтеров, которую уже направили во все Центры молодежи на территории края. В конце августа волонтеры продают обучение для оказания помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья. На выборах президента мы отработали. У нас есть понимание, сколько человек нужно, у нас есть понимание, как работать, у нас есть те моменты, те сложности, которые возникали, и мы их оперативно решали. Избирком Ставрополя учитывает особенности избирателей. Для избирателей с ограничениями по зрению определены 74 избирательных участка на территории Ставропольского края, где будут использованы специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Таким же способом будут изготовлены специальные брошюры с информацией о кандидатах. Для избирателей с ограниченными возможностями по слуху в территориальных и участковых избирательных комиссиях будет организовано дежурство срудопереводчиков, как в оффлайн, так и в онлайн-режимах. В тех избирательных участках, где у нас будут оставаться какие-то вопросы, значит, волонтёры нам очень активно поддержат в том, чтобы встретить, помочь и оказать необходимое содействие всем избирателям, не только инвалидам, но и вообще в целом маломобильным избирателям. Уже к 5 сентября должны быть оборудованы помещения для голосования с учётом особенностей голосования всех категорий избирателей с инвалидностью. Будут установлены кабины для голосования инвалидов, использующие средства передвижения. Кабинки для голосования обеспечат лупами. Избирательные комиссии также рассказывают избирателям, являющимися инвалидами, о том, как они могут принять участие в выборах. Это не только голосование на участке, но и на дому. Проголосовать на дому по уважительной причине избиратель может в любой из дней с 6 по 8 сентября. Для этого с 29 августа и вплоть до 14 часов 8 сентября по телефону или лично в участковой избирательной комиссии нужно подать соответствующее заявление. Также это можно сделать через портал Госуслуги с 29 августа по 2 сентября.